За моей спиной участок первой очереди реконструкции студенческого парка ДГТУ. Деревца, которые были посажены весной, хорошо принялись и сейчас уже теряют в своей жизни первую осеннюю листву. И вот начались работы второй очереди реконструкции студенческого парка ДГТУ. Как и весной, в начале работ по реконструкции состоялся сход жителей домов, расположенных на прилегающих к парку территориях. Проректор ДГТУ Вячеслав Георгиевич Лебеденко и первый заместитель главы Октябрьского района Ростова-на-Дону Андрей Владимирович Кондрашов доложили жителям о весьма положительных результатах первой очереди реконструкции и о планах на вторую очередь. В этот раз в соответствии с дендропроектом будет удалено около 140 старых и больных деревьев и взамен высажено более 300 саженцев ценных пород. В данной ситуации я думаю, что Бессарион Чехович является пионером, который показывает остальным большим землевладельцам, другим вузам, другим учреждениям бюджетным, что можно вот так лицом повернуться к населению и относиться как к территории этого, скажем так, к территории вуза, как к территории городской, к территории, на которой жители получают отдых, получают свое удовольствие. Для нас это очень важно, потому что мы в районе реализуем первый такой пилотный проект. Ну и самое главное, что вот уже первый этап реализован, и мы видим, что реализация идет выше всяческих похвал. Оба руководителя ответили на многочисленные, иногда острые вопросы жителей. Следует отметить явное изменение темы дискуссии по сравнению с весенней встречей. Если весной жители тревожились по поводу возможного, по их мнению, строительства торгового центра на месте старых деревьев, то теперь обсуждались детали самого проекта реконструкции. Была подчеркнута необходимость таких встреч широкого информирования населения о содержании и перспективах реконструкции в целом. Это будет память для молодых людей. И потом, я надеюсь, в перспективе они вырастут, они будут руководителями, у них будут семьи, они могут приводить сюда своих детей, показывать им эти деревья, которые, дай бог, будут жить 50-60 лет, и будут радовать нас, будут давать тени, это деревья будут культурные, создавать хороший благоприятный климат в нашем парке имени Красниченко.